МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мне было очень больно ходить. Мы ездили по больницам, мне ставили очень много разных диагнозов. Хронический мультифокальный остеомиелит. В медицинской литературе записаны единичные случаи заболевания. Пациентов на всю страну несколько человек. Пятеро из них в Новосибирской области. Заболевание характеризуется тем, что костная ткань внезапно, без видимой причины, начинает разрушаться. При этом на рентгене и при других исследованиях, при томографических исследованиях, видно, что костная ткань имеет совершенно другую структуру. Образуются фактически дырки в костной ткани, которые потом замещаются, образуются рубцы, и ребенок фактически выздоравливает до какого-то определенного момента. В следующий момент все случается снова. Чтобы поставить диагноз, привлекать пришлось хирургов, онкологов, фатезиатров. Отмечают, помогло то, что детское отделение областной больницы многопрофильное, и в клинике есть возможность использовать разные методы исследования. Очень часто детям с редкими заболеваниями окончательный диагноз ставят именно здесь. Даша и ее родителям пришлось побывать во многих медучреждениях. Говорят, ребенок таял на глазах. В 8 лет девочка весила 16 килограммов. Попали уже в 22-е отделение сюда. Пришли 4 доктора и сказали о том, что у вас аутоиммунное заболевание. Начали рассказывать, все рассказали, объяснили. Конечно, истерика, слезы, сопли, все было. Было все. И бегали по церквям, по бабушкам, кругом, потому что диагнозы очень сложные. Добились того, чтобы поставить диагноз. Неспецифический язвенный колит относится к группе воспалительных заболеваний кишечника. По неизвестной причине организм начинает воспринимать толстую кишку как чужеродный элемент и вырабатывает антитела. Начинается, как обычная кишечная инфекция, но привычные схемы лечения не помогают. Лекарства Даши пришлось подбирать долго. Справились. Если за второй класс девочка была в школе всего месяц, теперь успевает заниматься музыкой и английским. И даже определилась с будущей профессией. Я хочу лечить животных. Почему животных? Потому что я люблю своих кошек. А сколько у тебя кошек? У меня вообще было три, а сейчас две. Кошка и маленький котенок. Ребята в это отделение поступают со всей области. Почти у всех заболевания требуют серьезной терапии и расширенного объема исследований. Эту юную пациентку перевели из центральной районной больницы. С ее диагнозом можно справиться только в стационаре третьего уровня. Заболевание в том, что гламуролонефрит – это поражение почек, которое характеризуется выработкой иммунных комплексов против своим же организмом и против своих почек. То есть организм ребенка воспринимает свои почки как чужое. Родители юных пациентов говорят, многопрофильность детского отделения позволяет не замыкаться в рамках заболевания своего ребенка. Правильный настрой дают и медики. Родители и дети, те, кто особенно постарше, нуждаются в психологической адаптации, объяснить, что с этим заболеванием можно и нужно жить. И будут скоро победы, и будут длительные ремиссии. И суть нашей совместной работы в том, чтобы эти ремиссии длились как можно дольше, и ребенок совершенно не чувствовал себя ни инвалидом, ни больным. А когда настрой положительный, то победы обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин